От министра до смотрящего стукача. Головокружительная карьера украинофоба Дмитрия Табачника. Через 8 лет после того, как топ-чиновник залег на дно где-то в России, в Кремле решили разыграть карту прихвостня. И отправили советникам, а проще говоря, смотрящим за гауляйтером оккупированной части Запорожской области Евгением Балицким. Глава администрации президента Кучмы, дважды вице-премьер в правительствах Януковича, историк, профессор и академик. Дмитрий Табачник – скандальный политик, один из центральных персонажей партии регионов. Чушь про националистов и страшилки о Львове он нес еще до того, как Скобеева-Соловьев захватили российское телевидение. На Западной Украине сформировался совершенно другой психотип человека, который готов в глаза соглашаться с хозяином, который готов его хвалить и боготворить, и ночью с таким же хладнокровием и усердием перерезать ему горло. Именно поэтому во Львове, в Западной Украине так сильны, ну скажем, националистические движения. И этот человек был министром образования Украины. С его подачи переписывались учебники истории. Из них исчезли упоминания о борьбе украинцев за независимость. Зато появились биографические оды тогдашнему президенту Виктору Януковичу. Табачник всячески подчеркивал свое российскофильство. На этом видео 2012 года он выступает в Киеве перед учителями из России и называет украинский ненужным языком. Вы перестали, например, навязывать регионы учебники на ненужном языке. Против министра образования украинофоба консолидировались студенты. Они требовали отставки табачника. Он сбежал сам после революции достоинства. И вот теперь Дмитрий Табачник снова пытается вписаться в политику. Теперь уже в части оккупированного региона Украины. Экснердеп регионал Табачник становится советником еще одного экснердепа регионала Балицкого. Почему появился Табачник? Потому что ему необходимо хоть где-то избраться. И он решил, что во временно оккупированной Запорожской области выборы вообще возможны. Поэтому его представили Балицкому. Балицкий как не был субъектом принятия решений, так и не является. Да, переживаем. Но никакой паники нет. А паниковать Гауляйтеру Балицкому стоило бы. Еще в ноябре 2022 года украинские силовики опубликовали данные, в которых говорится, как Табачник стал сотрудничать с ФСБ и стучать о ходе дел в оккупированной части Запорожской области. Якобы он жаловался оперативникам пятой службы на некомпетентность Балицкого. Теперь же на фоне грядущего контрнаступления ЗСУ на Запорожском направлении похоже, россияне боятся, что местные Гауляйтеры дадут заднюю. Коллаборанты не очень хотят идти на контакт с российскими властями. Не очень хотят выполнять их приказы. При этом хотят сохранить все ранее награбленное. Поэтому среди них растет желание заболеть, взять срочный отпуск, пойти в отставку. Эта тема становится крайне популярной. Поэтому россияне понимают, чтобы удержать эти территории, коллаборантов необходимо контролировать, не позволить им дать заднюю. Этот подход ничем не отличается от попыток вагнеровцев создать подпорку группам, не дать им возможности отступить с поля боя и вернуться. Но какова бы ни была роль хоть Гауляйтера, хоть смотрящего, всех, кто идет на сотрудничество, с оккупационными властями ждет одна участь – смерть. И это правило доказано десяткам похорон коллаборантов в той же Запорожской области. Субтитры создавал DimaTorzok